Здравствуйте, меня зовут Соломин Сергей Николаевич. Сегодня 18 апреля 2023 года. Хочу вас попросить о помощи. А если быть точнее, хотелось бы, чтобы вы взяли на общественный контроль и надзор одной из нас на ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка. ДТП произошло 11 апреля в 17.16 по адресу город Саратов, проспектном связи с 60А. Водитель маршрутного автобуса 2Д номерной знак БЕ 01764 совершил наезд на моего несовершеннолетнего ребенка Соломина Софьи Сергеевна 11 года рождения. На место происшествия были вызваны сотрудники ГАИ, а также скорая помощь, которая в дальнейшем увезла моего ребенка с тяжелейшими травмами в городскую больницу. Водитель, по словам очевидцев, никому не звонил. Единственное, кому он смог позвонить, это своему работодателю. В течение 15 минут прибыла группа поддержки с его стороны, которая представляла службу безопасности предприятия. Из открытых источников стало известно, что маршрут 2Д принадлежит УАО «Пассажир-Транс-1», который находится по адресу города Саратов, Васильковская улица. Данные лица блокировали полностью работу ГАИ, всячески блокировали передачу данных между очевидцами, взятие телефонов, разговоров, вели себя хамски, грубо. Также пытались проводить опрос, находящийся в шоковом состоянии моего ребенка после травмы. На различные уговоры они вели себя вызывающие, всем видом показывая, что ни им, ни водителю ничего в дальнейшем не будет, и они просто избегут наказания. Очевидцы, которые хотели дать показания сразу же в ГИБДД, не были опрошены. Да и в дальнейшем, уже прошла неделя, они также не опрошены. Но уже через сутки, 13 апреля, в спортшколу, где занимается у меня ребенок, пришло уведомление о том, что виновным признал мой ребенок. Достаточно интересная формулировка. Управляя велосипедом, перед началом движения не убедился в безопасности совершаемого маневра и допустил столкновение с автобусом. За сутки группа разбора уже четко определила, кто прав, кто виноват. Заисима была принята удобная версия водителя. Хотя у водителя, сотрудники ГИБДД, изъял флеш-карту видеорегистратора. Также имеются показания свидетелей, которые крайне противоречат той версии водителя, которая есть. По факту сейчас получается, что организация пытается вывести из-под удара своего водителя, чтобы не потерять репутационные риски и обелить водителя. Что на самом деле произошло? Да, действительно, ребенок находился на проезжей части. Но он находился спешившись, в руках держали велосипед. Находился он на зебре. Так называемый, и горел у него зеленый свет. Перед началом движения, когда ребенок собирался уже двигаться, мимо пролетел автобус. Автобус бьет по словам очевидцев, я рассказываю. Автобус бьет боковым зеркалом ребенка по голове. Ребенка качает. Далее автобус задевает велосипед. Велосипед закручивает вместе с ребенком. Ребенок попадает под колеса автобуса. Никому это не интересно дальше. Сразу признали, что ребенок виноват. Удобная схема, не правда ли? Нет ничего проще, чем обмануть ребенка. Так и здесь. Нет ничего проще, чем обвинить ребенка в том, чего он не делал. Лишь бы обелить себя. Компания и водитель ведут себя, как страусы, которые засунули голову в песок. И ничего не знаю, лишь бы все в тишине уснуть. Прошла неделя, никто ни звука, ни помог, ни сообщил, ни звонка, ничего не было. Сейчас, на данный момент, считаю, что и компания, и водитель хотят уйти от ответственности. Прошу вас проконтролировать данную ситуацию, чтобы в дальнейшем такого действия не было. Так как безнаказанность рождает беспредел. Спасибо. Спасибо.